Республика наряду с некоторыми регионами страны участвует в эксперименте по замерам объемов твердых бытовых отходов. Это напрямую повлияет на стоимость услуг по вывозу ТБО. Подробнее в нашем репортаже. Семь дней подряд на специальных весах измеряют контейнеры с мусором. Эти числа на экране, точные вычисления по результатам необычного эксперимента помогут понять, сколько же мусора производит средним житель города или села. В эксперименте четыре города и четыре района республики. Чебоксары, Новочебоксарск, Канаж, Алатрик, Марпасадский, Ядринский, Янтиковский и Батревский районы. Подобные исследования проводятся впервые. На сегодняшний день норматив накопления твердых коммунальных отходов у нас одинаков и для жителей многоквартирных домов, и для жителей индивидуальных жилых домов. В текущем году принято решение провести новые замеры накопления твердых коммунальных отходов и рассчитать нормативы накопления твердых коммунальных отходов отдельно для жителей многоквартирных домов и отдельно для жителей индивидуальных жилых домов. От веса и объемов ТБО в дальнейшем будут зависеть тарифы на сбор и транспортировку мусора. Замеры будут проводиться раз в год, каждый сезон, так как ТБО в разное время года накапливаются по-разному. К тому же и плотность мусора разная. Мы посмотрим, что была объективной картиной и в крупных городах, и в сельских населенных пунктах. В результате замеров по каждой площадке оформляется паспорт, фиксируются данные по объему мусора накапливаемого, фиксируются данные по массе мусора, записываются данные по количеству домов, квартир, жителей, которые пользуются данной контейнерной площадкой. Для чистоты эксперимента, чтобы результаты замеров, необходимых для формирования накопления отходов, были наиболее объективными, процедура проводится под контролем общественников. Важно следить за чистотой эксперимента. Мы заинтересованы в определении корректности действующих нормативов, ведь от этого у нас будет зависеть и размер платы за ТКО всех жителей Чувашской республики. Раньше этот овраг был совсем другим. Местные жители выбрасывали сюда все то, что в хозяйстве непригодно. Сегодня картина изменилась. Чистая деревня без свалок радует сельчан. Масса 174,7. Эти контейнеры появились здесь недавно, а результаты уже видны невооруженным глазом. Местные жители новшества оценили, но и недоработки тоже нашли. А идея мне, в принципе, очень даже понравилась. Это, конечно, и экология не будет страдать. На улице не валяются сейчас и тряпки, и эти, бутылки, банки, сигареты тоже не валяются. Сразу что забросим мы. Цена дороговато для жителей. Мы на почте платим, и за это деньги берут. Дороги, вернее их отсутствие, еще одна проблема. Нет подъездных путей, нет возможности забирать накопленное ТБО. Сейчас на всю деревню всего три площадки с контейнерами. Когда работа закончится, станет ясно, как изменится ценовая политика в этой сфере. От жителей поступали такие запросы, что необходимо наладить системный сбор отходов именно в сельской местности. Вот сейчас эта работа идет, и вот как раз очень важно понимать, сколько отходов, сколько контейнеров нужно, да, и какая плата, соответственно, будет справедливой, чтобы эти данные были объективными, доводились до жителей, и все понимали, как и за что они платят. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.